Старт фестивалю будет дан от нулевого километра на площади Ленина. Именно оттуда масштабное, галоритное шествие двинется в сторону площади Советской по центральным улицам Гродно. Начнется парад, который уже сейчас сравнивают с карнавалами в Бразилии ровно в 20.00. Однако праздник национальности и дружбы без границ вступит в свои права значительно раньше. Гродницев ждет открытие ротонды над берегом Немана по улице Дарвина. Официально представят горожанам и долгожданный памятник Давыду Городенскому. Там запланирована не только официальная торжественная часть, но также участие рыцарей и множество других сюрпризов, которые помогут создать мероприятию в соответствующую атмосферу. Также состоится открытие фотовыставки, посвященной истории фестиваля. Ведь это событие, которое оставляет после себя не только потрясающее праздничное послевкусие, но и огромный калейдоскоп удивительных атмосферных фотоснимков. Логичным продолжением станет и презентация фотоальбома. Посадка деревьев на Аллее Дружбы, создание волшебного дерева, которое исполняет желание, праздничная разминка получится очень насыщенной. Словом, как утверждают организаторы самого грандиозного действия 2018 года, нет ни одного эпизода, который был бы сделан просто так. С наступлением темноты фестиваль засияет особенным светом. Все внимание к площадке нового замка. Первый день, конечно же, открытие, конечно же, фейерверк. И, естественно, именно в первый день эксклюзивная ночь. Ну, мы ее назвали с первого на второго, да, то есть, получилось, захватываем две ночи. Но это начнется в 23.45. Подходите 23.30 по программе, там будет первый показ, уже людей будет много. 23.45 3D-мэпинг, посвящен фестивалью национальных культур. Дворик нового замка. Обещаю, будет зашаровано. Не бойтесь, если вы не успеете в 23.45, до трех ночи, каждые 10-15 минут мы крутим ролик все время. Постоянно ничего не упустите, приходите. Главное, следите за транспортом, чтобы вернуться обратно домой. Второй день фестиваля – это один из самых любимых моментов всех, кто когда-либо посещал праздник национальностей. Начнется работа национальных подворей. В этом году они расскажут о народных забавах и ярмарках в традиции своих народностей. Так что посмотреть будет на что. Еще до начала работы подворья фестиваль в торжественной обстановке обзаведется собственным залом. Ровно в 10.00 открытие выставочного центра, посвященного истории и движению фестиваля национальных культур на Гродненской земле. После этого всеохватывающий флешмоб «Обдымим разом Беларусь» на площади Ленина объединит всех присутствующих и желающих. Здесь же, на площади Ленина, расположится и главное подворье – белорусское. Стоит заметить, некоторые национальности в своей подворье перенесли по ряду технических причин. Однако карта фестиваля, которую можно найти на витринах магазинов, а также мобильное приложение фестиваля, помогут гостям быстро сориентироваться на карте праздника. Отдельного внимания заслуживает и диорама, которая станет гвоздем программы второго фестивального дня. Изюминкой второго дня, новинкой второго дня будет открытие фестивальной диорамы, механической, великого чуда, которого нет нигде на земле. Создавалось коллективом авторов, создавалось коллективом мастеров, создавалось мастерами-кукольниками. Обязательно. 10.45 – первый запуск, 11.30 – официальное открытие. И далее каждый час диорама будет вас радовать. 12 куколок, 12 минут гуляют по 12-му фестивалю национальных культур. Все очень символично. В течение всего дня на концертных площадках к удовольствию гостей будут выступать лучшие и самые любимые гродненские и белорусские коллективы. Белые Россы, Рада, Государственный ансамбль танца Республики Беларусь. К вечеру концерт Ирины Дорофеевой и группы Бандерас. По предварительным подсчетам, фестиваль соберет не менее 200 тысяч гостей. При таком большом и плотном скоплении народа понятна обеспокоенность с безопасностью отдыхающих. Гродненская милиция за этим будет следить с Соколиным оком. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. И все для комфортного и спокойного отдыха на главном культурном событии 2018 года в Гродно. Что касается ограничительных мероприятий, то в первый день фестиваля досмотр граждан будет осуществляться на площади Советской на мероприятиях. Во второй день фестиваля, когда будут работать национальные подворья, будет создана единая территория безопасности, попасть на которую можно будет через 37 пунктов пропуска граждан. Это максимальное количество пунктов пропуска, которые мы когда-либо создавали, поэтому никаких неудобств для граждан создано не будет. Три дня, 35 национальностей, сотни тысяч гостей, участников и поклонников фестиваля. Гродно уже в 12-й раз станет радушным, гостеприимным хозяином большого праздника дружбы, мира и единства. Лена Молчанова, Яланта Будзила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.